Всем большой-пребольшой приветик от меня, Оли из Греции. Вы на моём канале Flower Therapy, цветочная терапия. Я решила показать вот эти растения, вот в этих кружках, мордочках. Давно должна была показать, но был такой комментарий, поступил под последним роликом. Про суккуленты в кружках. И я решила показать, как они выглядят сейчас. Конечно же, в описании под видео будет ссылка на ролик, в котором я показывала, как я делаю подобные композиции. Вот. Это видео было два года назад, в июле. Что я хочу сказать с этим? Что вы видите? Вот эту вот мордочку. Вот это у меня было тогда только. У неё совершенно новая прическа. Да-да. Тогда, когда вы видели, то именно, и если будет фото, я вставлю. У неё была, у этой кружечки, намного такая пышная шевелюра. Она постепенно стареет, оголяются веточки. Вот тут сейчас, видите, всё свеженькое, новенькое. Видите, нету ничего оголённого. А тогда было уже, уже вот так вот внутри, вот эти вот старенькие веточки, самые крупненькие, оголяются и портится вид. Вот я решила тогда, помню, только оборвать всё, что оголилось. Но были внутри такие, которые нельзя было, в общем, их просто срезать. Пришлось мне всё вытащить, всё, что есть. И заново вот эти вот переукоренять. Кое-что, что были с корешками. Я опять сделала новый грунт. И опять всё это посадила. И это я сделала всего лишь где-то год. Даже, может, полтора. Не сразу после того видео. Вот. И за это время оно наросло столько. Вот так. В данный момент он ещё доцветает. Вот, видите. У моего папи была ещё одна такая кружечка, так как это моих племянниц. У меня была вот эта вроде как девочка. Видите, такая вот блондинка. А вот это мальчик. Я забрала у него эту кружечку. В нём было тоже что-то у папи посажено. Я ему сажала. И решила сделать мальчика. От вот этого вот, что я старенький, который я обновила, остались очень мало. Очень много мелких таких, недлинных вот таких вот веточек. И я решила просто их воткнуть вот так вот, скажем, ровненько. И чтобы получился мальчик. А вот сюда, конечно, использовала веточки, которые были подлиннее. Ну, девочка с длинными волосами, мальчик с коротенькими. Хотя не факт, что можно и наоборот. Или же даже и мальчику сделать длинный волос. Видите, растёт он неравномерно совсем. Так что можно подрезать и давать ему форму. Вот тут есть длиннее побеги, вот тут есть короче. Может даже были и обломались. Такое тоже бывает. Оно же очень хрупкое растение. Так, давайте скажем название. Сейчас я вот тут посмотрю. Это Красула Рупестрис. Вот. Конечно же, в конце ролика я вставлю фото и покажу, как сейчас выглядят растения, которые я подарила моим двоюродным сёстрам. Вот в другие кружечки. Посмотрели? Первое фото было Красула. Загоревшая такая, красивая, яркая. Но у неё не выросли новые побеги практически совсем. Почему? Потому что у двоюродной сестры, которая живёт тут в Афине, скажем, у моря, близко к морю, стоит на солнечной стороне, во дворе под солнцем весь день. И за это она такая загоревшая. И, скажем, ну, ей была явно нехватка воды. Вот. Ну, поливают, когда вспомнят. Ну, красивая, признаётесь, да? Красивая на цвет. Второе фото было у другой двоюродной сестры в Северной Греции, в 500 километров от Афины. Туда она поехала. И у неё она живёт на балконе, на этаже, в общем, высокотажные дома. Там, как у них, на балконах тенды от солнца защищают от ветров. И практически не попадает солнце вообще. Ну, освещение есть от солнца, но солнце, прямые лучи не попадают. Вот оно и такое вот зелёненькое. Нарастило массу. Значит, земля не пересыхает, а может и поливают чаще. И выглядит совсем по-другому. В принципе, неплохо. Ни одно, ни другое. Просто чуточку разные. И причесочки получились разные. Конечно же, когда нету солнца, ну, вытягиваются. Солнце или света вытягиваются. Видите, у меня они совсем не вытянуты, потому что им хватает. И то, даже вот видно. Вот это вот всё было предыдущий рост. А вот эти вот последние, видите, вот они. Между ними уже есть расстояние. Чуточку подвытянулись, потому что это уже получилось с закрытой беседочкой. Сейчас света мало. Напились и подвытянулись. Ну, это практически, это ничего. Вот, я обязательно хочу, чтобы вы посмотрели старый ролик для сравнения. Напоминаю, что вот это вот всё обновлённое и за два года оно вот так наросло. Честно говоря, если бы я, может, даже поливала побольше, оно выросло бы лучше. Но из-за того, что оно в закрытой системе, я всё-таки очень скудно поливаю. Боюсь, чтоб не загнили. Что хочу сказать ещё. Когда я рассаживала растения в том ролике, не от этого, конечно, а отдельно в отдельном кашпо у меня был кустик. Ну, примерно вот такой кустик, как там сзади. У него оказались два корешка. Один я использовала, а другой остался. Вот посмотрите обязательно. Вот то, что осталось, я посадила вот в этот горшочек. Он небольшой такой, пластиковый, совсем маленький. Сейчас не знаю, если видно. И растение за два года, оно, конечно, уже было не маленькое. Вот так разрослось. Давайте посмотрим. Ну, вы, мои постоянные зрители, вы частенько его видите в моих роликах, в беседке. Вот он, видите, какой. Вот такой он пышный, тоже целая шевелюра. Вот тут, видите, внутри старые веточки начинают оголяться. Его надо будет омолаживать. Конечно же, я его пересаживать ещё не собираюсь. И даже если буду, ой, не знаю, не хочу я за это браться. В общем, лучше сразу сажать, наверное, в горшочек на вырост. Я этого не сделала. Ну, ладно. Можно только обрезать вот эти вот, вот эти вот его, которые уже оголённые. Обрезать конечки, переукоренить. А всё, что новое там есть, будет расти. И ещё, наверное, будет давать новые побеги. Вот так оно выросло хорошо. Но это именно красула. Она, как сказать, не могу её назвать капризной. Ну, она может, вот если, скажем, возьмём вот эту вот, и укореним без корней веточку. Постараемся укоренить. Она может долго раскачиваться, стоять, не приниматься, не пускать корешки, даже быть очень-очень вялой. Долго может и полгода стоять, и год. Потому что вот так у меня обламываются, бывает, да, очень легко обламываться, очень хрупкая. И просто я эти обломки втыкаю в любой горшочек. Где-то может приняться, очень быстро прижиться, где-то может просто стоять, и, ну, ни в какую. А потом что-то произойдёт, не знаю, и тронется в рост, и начинает расти хорошо. Вот оно такое. Так что не пугайтесь, если у вас такая вот красула есть, и она у вас, ну, дали вам черенок, не знаю, и она у вас вроде чахнет, в какой-то момент она придёт в себя. Вот сейчас видно явно, где больше воды. Вот тут закрытая система, видимо, когда я последний раз полила, влагу держит, и не пересыхает, и, видите, дала в рост. Зелёные побеги, и вот тут. Вот этой почти зелёных побегов нету. Только-только начинает. Ну, тут, конечно, очень много корешков, там уже, наверное, и земли толковой нету, ну, и пересыхает грунт быстрее. Вот так какая разница. Всё. Я вот это вот хотела вам показать. Так, кое-что рассказать, чтоб вспомнили, какие, что было, что я сделала, какие растения у сестёр. И, опять же, берите на заметку, идейку. Особенно вот эта вот красула очень красиво смотрится, потому что она, видите, у неё и стоячие веточки, и свисающие. И это идеально подходит для прически вот этой вот, вот этого, этой кружечки. Вот. Ну, такой у меня мальчик, а вот такая девочка. всё рассказала, показала. Надеюсь, вам было приятненько и это видео посмотреть. Ничего тут такого поучительного нету. Просто поделилась с вами, показала. И мне приятно, и надеюсь, и вам. Ставьте лайки этому ролику, если он вам понравился. Пишите комментарии, как всегда. Кто ещё не подписался, подписывайтесь. новенькие. Если у вас есть вопросы, задавайте, пересматривайте старенькие видео. Пишите мне комментарии, обязательно. Как вам мои растения? Просто вопросы задавайте, что-то не так спрашивайте. И вообще, задавайте вопросы, я скоро буду делать ролик, ответы на вопросы. Всё. Я с вами прощаюсь. Пока. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok